Всем привет! EA выпустила новый трейлер FIFA 20, в котором показала процесс раздачи рейтингов футболистам. В чем в чем, а вот в крутизне трейлеров детище EA совершенно точно превосходит своих конкурентов из Konami. И в этом ролике мы разберемся в том, что же нам показали в новом официальном видео от электроников. А вы напишите в комментариях, каким игроком вы наколотили больше всего голов в FIFA 19. А спонсор этого видео наши друзья FonBet. Спасибо им за поддержку выпуска и качественного контента. Переходи по адресу fonbet.ru, регистрируйся и получай бонус до 10 тысяч рублей. Или кликай по ссылке в закрепленном комментарии. Компания FonBet стабильно работает на рынке уже более 25 лет и является официальным партнером сборной России по футболу. Присоединяйся и ты! Побед вам, друзья! Авторы трейлера придумали крутую фишку. Якобы где-то существует специальный бункер, в котором все футболисты проходят испытания, по итогам которых им и выдаются рейтинги. Сам бункер находится в помещении с названием «Трансферный рынок». Первым в бункер входит новая легенда FIFA KK, где присоединяется к Рио Фердинанду, который следит за процессом прохождения испытаний футболистами. Первым в дело вступает Джесси Лингард. Его упражнение акцентировано на удары. В итоге, после его выполнения, нам показывают новую карточку англичанина с рейтингом 82. Следующей звездой трейлера стал Рахим Стерлинг. И нам показывают скоростные таланты представителя Монсити. По итогам его тестов Рахим укапает карточка с рейтингом 88. Третьим героем становится Жоау Феликс. И у него испытание, связанное с техникой. С ним португалец справляется без проблем. Но затем он попадает в камеру и якобы нарушает весь процесс раздачи рейтингов и приводит систему к сбою. Его карточка в FIFA 20 здесь также светанулась. И ее рейтинг составляет 80. Конечно же, такой процесс присвоения статов не более, чем художественная задумка авторов видео. В реальности он, скорее всего, выглядит вот так. Официальные рейтинги топ-100 лучших игроков в FIFA 20 будут опубликованы 9 сентября. В концовке этого трейлера на стоп-кадре можно словить еще 8 Once to Watch карточек. Это уже упомянутый выше Жоау Феликс. Себастьян Аллер из Вестхэма, которого апнули на 2 пункта. У Эдена Азара общий рейтинг в сравнении с FIFA 19 не поменялся. У Луки Йовича плюс 3. Таргана Азара даунгрейднули на единицу. У Джоэ Линтона рост на 10 пунктов рейтинга. Николя Пепе апнули на 4. А рейтинг Уан Бисаки вырос на 3 пункта в сравнении с FIFA 19. Ряд общих рейтингов футболистов и их карточек уже давно гуляют по интернету в виде сливов. Но давайте не будем их обсуждать до появления официальной информации от EA, так как очень часто многие подобные утечки являются не более чем фейками. Всем спасибо за просмотр, подписывайся на Кибербол, чтобы быть в курсе всего самого интересного из мира футбольных симуляторов. Всех вам благ и до скорого!